Здравствуйте! Рубрика «Вопросы ЧП. Цикл «Психика без купюр». Вопрос от Марка. Можно ли уважать душевно больного человека? Здравствуйте, Марк! Давайте для начала мы определимся, о ком конкретно мы говорим. Предположим, мы будем говорить в общем о человеке с конкретно примитивным типом мышления. Определение конкретно примитивного типа мышления есть в этой книге «Азбука человеческой психики. Флагмопсихология». Это первая книга серии АЧП. И там есть определение КПМ. Соответственно, мы говорим о человеке с конкретно примитивным типом мышления или душевно больном человеке. А теперь давайте вспомним определение, что же такое уважение. Определение уважения такое. Это признание достоинств человека. По сути, это признание достоинств другого человека. Если мы говорим о человеке с КПМ или о человеке с конкретно примитивным типом мышления или душевно-больном человеке, то, конечно же, мы не можем говорить о признании достоинств, потому как больная психика обычно их не имеет, а зато имеет очень много симптомов. Поэтому, если мы говорим о человеке с больной психикой, то в первую очередь нам необходимо признать симптомы. Поэтому об уважении в данной ситуации, к сожалению, никакой речи быть не может. И если мы не признаем эти симптомы, то это может быть опасно и для нашей психики, и для психики окружающих, и для психики самого человека, у которого, соответственно, диагноз, и для здоровья, и для имущества, и для всего остального. Поэтому необходимо в первую очередь сделать именно это, признать симптомы, если они есть. Но мы начали говорить в общем о КПМ, а на самом-то деле достаточно много комбинаций конкретно примитивного типа мышления. Это форма, это тип, это степень, это стадия, это костыли. То есть, все это вместе дает довольно большой список различных диагнозов, которые, соответственно, по-разному может быть проведена с ними психотерапия. А к тому же еще может быть так называемый тип личности, когда существует не только КПМ, не только конкретно примитивный тип мышления, но и обобщенно сложный тип мышления, то есть тип мышления психически здоровых. Тогда, возможно, и такая ситуация, что человек закрывает глаза на симптомы и видит только достоинства, которые связаны с психическим здоровьем. Но здесь необходимо иметь достаточно высокий уровень психической грамотности, чтобы эта психотерапия оказалась полезной для человека, и для вас, и для того, с кем вы общаетесь, иначе ситуация может быть серьезно ухудшена. Поэтому повышайте уровень психической грамотности. Все свои вопросы можете задавать на сайте азбука-человеческой-психики.рф и сопутствующих ресурсов. Всего хорошего и отличной вам психической грамотности! Субтитры создавал DimaTorzok